Добрый день, меня зовут Куралая Ахмедовна Кушкарова. Я дочь нашего казахстанского, очень известного не только в Казахстане, но и во всем мире ученого, Патшаим Тажибаевна Тажибаевой. Я очень рада, что появилась такая возможность рассказать немножко о маме, потому что вся ее жизнь, все ее дела были направлены на развитие Казахстана, на то, чтобы в Казахстане как можно быстрее появились такие возможности, которые дает только независимое государство. Но то, что мама была известным ученым, это мы знали все, потому что и в классе, и во дворе ребята все всегда очень внимательные, очень так с большим уважением относились к ней. И когда она шла по улице, все с ней здоровались, внимательно разговаривали очень, старались чем-то помочь, чем-то обратить на себя внимание. В этом плане, конечно, я знала, что мама у меня неординарный человек, что она в 39 лет, в те годы, это был 69-й год, когда она защитила докторскую диссертацию, стала доктором геолого-минологических наук. А это такая степень, которая в Казахстане практически единична была у мужчин, не то что у женщины. Она, конечно, человек очень интересный, очень много работавший, и наше детство, конечно, проходило вот под этим как раз лозунгом, потому что в нашем доме собирались разные люди, в том числе большинство ученых-геологов, которые обсуждали проблемы и связанные с ними планы на будущее. Я сама с ней в экспедиции не ездила, но у меня есть старшая сестра, которая на год меня старше. Вот почему-то ее мама брала с собой в экспедиции, а не летом. Тогда же геологическая работа заключалась в том, что геологи сами добывали образцы своих изысканий. И вот с этими экспедиционными материалами потом приезжали сюда, и здесь в лабораторных условиях их исследовали. И таким образом сестра у меня, она была с мамой несколько раз в экспедиции, рассказывала интересные вещи. Были случаи очень такие опасные для детей и для взрослых, когда там ядовитые какие-то насекомые, типа скорпионов, какие-то змеи и так далее. Все это могло окончиться печально. Но в этом плане Бог миловал. Вы знаете, я не геолог, я по специальности физик. Мама была геологом. У нее осталась большая школа, литологическая школа Казахстана, которую она, вообще говоря, и основала. Литология — это наука о глинах и глинистых минералах, о том, что, насколько я понимаю ее, не будучи геологом, что осадочные породы, растворы этих глинистых материалов, они содержат в себе все те полезные ископаемые, которые потом при изучении дают картину геологам, где и как, в каких пластах лучше искать то или иное полезное ископаемое. Ее кандидатская диссертация была защищена на Урале профессора Седлецкого. Ее докторская диссертация была связана с медными родами Джизгазгана. И она основала эту науку литологии. У нее много монографий, у нее большая школа здесь ребят, которые сейчас доктора наук, уже люди старше меня возрастом, есть мои ровесники, но мы их по старой привычке называем ребята. Как она их называла, так и мы. Я работала в физическом факультете Казахского национального университета имени Альфа-Раби. Всю жизнь проработала педагогом там же, в этом Казгу, профессор, почетный заведующий кафедрой. Но сейчас уже несколько лет, третий год я на пенсии, поскольку по состоянию здоровья не смогла дальше работать. Я работала и на административных должностях, но всю жизнь в Казахском национальном университете. У меня там стаж работы больше 50 лет. Все воспитание, оно в среде, человек получает его, правильно? В той среде, в которой он работает, в которой он живет, в которой он в общественном смысле общается. И вот, естественно, все то, что говорилось у нас дома, это не проходило мимо. Все, какие серьезные и научные, общественные проблемы обсуждались, эти вещи все прошли через меня. Естественно, я была всегда в курсе того, что происходит. И, естественно, я имею именно научно-педагогическое воспитание от моей мамы. Самая главная традиция, которую мама с папой мне передали, не только мне, а всем нашим детям и внукам, главная традиция – это честность, порядочность, и чтобы никогда в этом доме не было никаких двусмысленностей и чего-то не очень хорошего. Вот эта вот искренность, которую мама требовала всегда от людей, она точно так же требовала и от нас. Поэтому у нас в доме неправда, никогда ничего не добивались, никогда неправду не использовали, старались быть честными, порядочными, чистыми. В этом плане она своим характером, знаете, оставила глубокий след среди той категории людей, которые с ней работали. И они все говорили, Патшаим Тажибаевна, она бы не пропустила бы, вот допустим, что-то, когда кто-то где-то нечестными какими-то путями пытался найти свое место повыше, то она бы не пропустила, она бы обязательно об этом высказала, обязательно бы сказала бы, обязательно потребовала бы человека заниматься. Только честно, и в науке требовала чистоту. Патшаим Тажибаевна, она была женщиной настолько видной, настолько уважаемой в своей научной среде, что о ней вышло много сейчас книг, особенно после ее ухода из этой жизни. Она ушла неожиданно, очень рано, по нынешним меркам, ей было всего 71 год, по нынешним меркам, это почти что средний возраст. О ней еще в те времена, в советские, вышла книга, которую написал академик Наливкин. Это дважды герой социалистического труда. Кстати, его именем назван пароход, академик Наливкин. Вот он работал в Ленинграде, и он написал книгу, которая называется «Выдающиеся женщины-геологи». В этой книге есть глава, посвященная Патшаим Тажибаевне. И он рассказывал интересную вещь, что она, человек, была очень активной, активный образ жизни вела, и была избрана депутатом Верховного Совета Казахской ССР. И тогда же, когда она была депутатом Верховного Совета, она стала заместителем председателя Верховного Совета Казахской ССР. Это должность высокая очень. И она, вот, заместителем председателя Верховного Совета, оказывается, помогла сделать Каратауское озеро национальным заповедником. Дело в том, что Каратавское озеро – это озеро, в котором огромный потенциал для ученых-историков и палеонтологов, потому что там оказались кости динозавров, которые интересны для изучения, что ученые очень переживали, что они пропадут, потому что рядом находился уголь, залежи угля, и вот эти залежи, когда народ брал себе растопливать печки и котельные, они таким образом разоряли палеонтологический заповедник. И она, будучи заместителем председателя Верховного Совета, обратилась в правительство с письмом, ходила, ходатайствовала, чтобы как можно скорее было принято решение об объявлении вот этого озера Каратавского палеонтологическим заповедником, то есть чтобы уже никто не мог его разорять. И это вот тоже из книги Академика Налевкина, тоже интересная вещь про маму. Она поехала за счет диссертации в Свердловск к профессору Седлецкому, а тогда в поездах после войны, вы знаете, это бич был воровство, кража вещей, потому что после войны не было не только там одежды, каких-то там вещей, но и еды не было. А она поехала туда, в Свердловск, со своими образцами камней, тех, которые вот на защиту были вынесены, диссертации. И она вот с этими образцами ехала, и чтобы у нее не украли вот этот чемодан, у нее было два чемодана. Один чемодан с вещами и продуктами, а второй чемодан – это ее образцы камней. И она вот с этими камнями, будучи в поезде, привязывала этот чемодан с камнями к ноге, чтобы его не украли, забыв про второй этот чемодан. Настолько была предана своей работе, своим научным исследованиям. По жизни она такая же была. Все, что она делала, все она делала от души и полностью погружаясь в то дело, которым занималась. Вы знаете, во-первых, вот мы в прошлом году отметили ее столетие. Это было в Академии наук, в Институте геологических наук имени Сапаева, где она всю жизнь проработала. Вот там прошло столетие, и собрали всех ее учеников, естественно. Потом Институт геологических наук провел международную конференцию, посвященную памяти и вкладу выдающегося геолога Патшем Тажибаевна Тажибаевой. Приехали геологи из разных стран. Ну, конечно, большая часть была страны СНГ, потому что сейчас с научной точки зрения очень трудно найти спонсоров для поездок куда-то. И вот там выступал представитель телекомпании Айрак. И он перед поездкой сюда в Алма-Ату был в Джизгазгане, там, где очень много лет проработала мама. То есть она каждое лето ездила в экспедицию в Джизгазган. Он говорит, что там очень большой раздел посвящен вкладу Патшем Тажибаевой в развитие элитологической науки Казахстана. Потом две школы в Южно-Казахстанской области, одна в Казыгорте, другая в Ленгере, носят имя Патшем Тажибаевой. Улица есть и в Алма-Ате, и в Шемкенте, улица имени Патшем Тажибаевой. Конечно, хотелось бы, чтобы ее наследие не забывалось, но пока живы ее ученики, пока работает сектор литологии, в котором она создавала, пока они работают, пока они пишут свои научные статьи, пока они продолжают это дело, конечно, ее дело будет продолжать развиваться. Дело в том, что, конечно, развитие науки, но его не остановишь, потому что весь мир в любом случае прогрессирует. И без науки выжить нельзя, и без науки достичь какого-либо прогресса нельзя. Об этом знают все. Поэтому наука живет, развивается. Другое дело, что, конечно, хотелось бы, чтобы она развивалась гораздо быстрее. Хотелось бы, чтобы денег на ее развитие выделялось больше. Хотелось бы поддержки, конечно, тех людей, которые сейчас работают, иногда работают даже не то что во вред себе, но, по крайней мере, не получают должного внимания со стороны государства, например. Но в любом случае я оптимист по натуре. Я думаю, что, знаете, вода камень точит, и все встанет на свои места, и что будет некогда в Казахстане на науку будет тратиться гораздо больше денег, и гораздо больше внимания будет ей уделяться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА